Бережливая поликлиника Создана открытая регистратура с комфортными условиями для нахождения пациентов в поликлинике. Выделена должность дежурного администратора, который в любой момент может подсказать пациентам, куда им обратиться, зарегистрировать их на запись в Краснодар, в различные краевые больницы к узким специалистам. У нас также оптимизирован процесс работы прививочного кабинета. Теперь это один кабинет, находится он на втором этаже, куда пациенты могут подойти и получить необходимые им прививки по назначению. Кроме того, у нас оптимизирована также работа женской консультации. Теперь все гинекологи находятся у нас на третьем этаже, у них отдельное крыло. Кроме того, у нас создан неотложный кабинет, где пациенты с экстренным состоянием, с повышенным высоким давлением или, например, с острой болью, куда они могут обратиться, туда спустится всегда дежурный доктор, осмотрит пациента, назначит ему необходимые исследования и лечения, и туда приглашаются узкие специалисты для осмотра пациента. В наших дальнейших планах оптимизировать процесс выписки лекарственных препаратов. Сейчас мы над этим работаем, и наша цель – как можно меньше, чтобы пациент тратил время для прохождения данной процедуры, чтобы уже выйдя из кабинета одного доктора, он шел целенаправленно в мониторинг и затем в аптеку за получением лекарственного препарата. В рамках проекта на первом этаже поликлиники предусмотрен специальный почтовый ящик и журнал обратной связи с пациентами, куда все желающие могут внести свои предложения по улучшению работы медучреждения. Эти предложения и замечания ежедневно мною осматриваются, и мы даем конкретный ответ по конкретному вопросу, который нам задал там пациент. В поликлинике появился колл-центр, благодаря которому удалось разгрузить работников регистратуры. Колл-центр работает с 7 утра и до 8 вечера. Операторы дают необходимую информацию по телефону, помогают вызвать врача на дом или же записаться к специалисту. Проект бережливой поликлиники позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов, что даст возможность сберечь время медперсонала и людей, обратившиеся в медицинское учреждение. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Воинская служба по контракту – это престижно. Пункт отбора на военную службу находится в здании краевого сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края по адресу город Краснодар, улица Ярославская, дом 130. Из Африки к Черному морю. Сухогруз Рио получил постоянную прописку у наших берегов и в сердцах всех любителей экзотики. 12 декабря 2018 года во время сильного шторма торговый корабль, следующий из Западноафриканской республики Тога, запросил буксировку для прохода в порт. Но этому помешала непогода. Судно выбросило на берег в районе Кабардинки. На его борту находился 21 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Как отмечают специалисты, причиной выброса на мель могла стать неисправность судна и отсутствие груза на борту. Возвращение в родную гавань стоит под большим вопросом, поскольку процедура эта может обойтись владельцу Рио в круглую сумму. Чаще в таких ситуациях судно получает бессрочную прописку на берегу. По иронии судьбы, чужое несчастье стало настоящим подарком для туристов. Сухогруз уже успел стать самой настоящей городской легендой и местной достопримечательностью Кабардинки. Сделать красивые эффектные фотографии на фоне Рио приезжают не только местные жители, но и туристы со всего Краснодарского края. Так что оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Это место и раньше привлекало толпы, желающих отдохнуть дикарями. Теперь же о спокойном отдыхе на лоне природы можно позабыть. Ежедневно десятки людей совершают настоящее паломничество кораблю, чтобы полюбоваться экзотикой и сделать обязательное фото на память или даже запечатлеть его на полотне. Мы приехали с Новороссийска. Долго, конечно, добирались. Через гору, через грязь. Ожидаем, что народу будет много на корабле. А так классно. В Дагонии посмотреть просто грех. И потом винты на него можно посмотреть. Где можно посмотреть корабль целиком? Только на стоперях, где-то в доках, а тут в живой природе. А так, конечно, очень жаль, потому что люди, так как путают перекрушение, им бы домой выбраться всем, и корабль забрать бы домой. Мы приходим посмотреть на печаль других людей. Для нас это зрелище такое, трагедия, развлечение. И жалко тех людей, которые оказались заложниками этой ситуации. Приехали из Краснодара. Эмоции положительные. Супер груз красивый, дорога ужасная. Тебе понравилось? Да, очень понравилось. По официальным данным судну 33 года. Его длина около 150 метров. А тоннаж составляет более 1600 тонн. Судьба сухогруза Рио, к сожалению, не уникальна. Есть у него и печальные предшественники. Хочется надеяться, что Рио повезет больше, и африканский гость еще долго будет украшать берега Кабардинки. Елена Меркатан, Руслан Лоуф, Павел Фисатиди, телерадио компания «Атаман», село Кабардинка. Субтитры создавал DimaTorzok Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf 28 марта 2019 года в актовом зале администрации Северского сельского поселения Государственным юридическим бюро Краснодарского края будет проведен день оказания бесплатной юридической помощи. С 11 до 12.00 пройдет рабочее совещание, посвященное вопросам оказания бесплатной юридической помощи с представителями администрации муниципального образования «Северский район», органов местного самоуправления, входящих в состав района подведомственных и муниципальных учреждений, а также общественных организаций. С 12 до 15.00 будет осуществляться прием граждан. Альдабра – один из крупнейших в мире коралловых атоллов. Он находится более чем в 1100 километрах от столицы Сейшельских островов города Виктории. Он настолько отдаленный, что его почти девственную природную среду некоторые ученые считают современным эталоном тропических рифов. Исследователи на борту судна «Оушен Зефир» в ходе экспедиции «Нектон» уже больше недели проводят погружение в этой местности. Они хотят досконально изучить экосистему Альдабры и узнать, как разные слои океана взаимодействуют друг с другом. «Животные, которые обитают у дна, не такие, как у поверхности. Мы увидели это во время погружений на субмаринах. Хотя они различаются, но на самом деле они очень связаны». В 30-метровом поверхностном слое обитает большая часть рыбы и кораллов. Далее живых организмов становится всё меньше. Учёные говорят, что здесь они отметили необычно большое количество крупных хищных рыб, таких как акулы. Однако они до сих пор не поняли, почему морских хищников здесь так же много, как и обычной рыбы. Они планируют подробнее это изучить, а также понять, какие факторы на это влияют. «Это может означать, что классическая структура в виде трофической пирамиды здесь не такая, как на рифах в других частях планеты. Мы хотим это понять и лучше изучить». Альдабра входит в список природного наследия ЮНЕСКО с 1982 года. За это время морская жизнь смогла восстановиться вслед за десятилетиями масштабного вылова рыбы. Собранные данные учёные будут классифицировать ещё несколько лет. Редактор субтитров А.Семкин